Спасибо, Алиса. Хотела вспомнить про название вообще нашей конференции перед тем, как говорить о стратегиях ГЦСИ и поговорить о той черте, которая, собственно, преследует идентичность Урала и Екатеринбурга в частности, потому что город расположен непосредственно на границе Европы и Азии. И я показываю не для того, чтобы как-то проиллюстрировать столь банальный факт, а для того, чтобы показать вам следующую картинку. А следующая картинка – это, собственно, та же самая граница Европы и Азии, только в 30 километрах ближе к Екатеринбургу, потому что предыдущий губернатор решил, что это как-то не очень удобно для туристов ездить 30 километров от города, чтобы посетить границу Европы и Азии. И он решил перенести поближе. И, соответственно, вот теперь это является границей, официальной границей Европы и Азии. И все свадьбы, там, не знаю, довольные туристы и гости нашего города ездят именно туда фотографироваться, ставят свою одну ногу в Европу, другую в Азию и как-то чувствуют себя счастливыми. Этот момент, конечно, я про него рассказываю, потому что, мне кажется, как раз стратегия филиала ГЦСИ в Екатеринбурге – работать с такими парадоксами и с такими конфликтами, которые связаны непосредственно с особенностями места, и предлагать их художникам, ну и, собственно, помогать художникам, рефлексировать о них. Дело в том, что специфика нашей ситуации в том, что филиалы Центра современного искусства не имеют своей коллекции. Мы предлагаем художников Федеральную закупочную комиссию, и, как бы, вот из этих региональных центров работы могут быть закуплены или, там, приобретены в дар от художников в Москву. И, собственно, для нас всегда очень интересный вопрос о том, что в чем тогда, ну вот, наша задача. Понятно, что в Центре современного искусства мы можем просто работать в режиме такого кунст-хали, делать интересные выставки и так далее. Но вот мне так кажется, что задача, ну вот, любого музея и задача культурной институции, в принципе, это формировать смысл и быть ответственными за эту вот повестку не только культурной политики, но и формирование образа места, с которым эта институция связана. Вот такая ответственность за уральскость, собственно, это, может быть, и есть наша стратегия, которой мы придерживаемся. Мы постоянно ищем характеристики, которые этому, собственно, слову соответствуют. Мы делаем выставки, которые приглашают художников думать об этих проблемах. В частности, граница Европы и Азии, это была одно время очень популярная какая-то тема размышлений для художников. Естественно, эта история не могла никого оставить равнодушными. И даже появился проект еще давно, в начале 2000-х, Евразийский синдром, который говорил именно об этом вообще, про взаимопонимание и про все проблемы, которые из этого вытекают. А если говорить вообще о музейной коллекции, то сейчас я хотела сказать об одной вещи, очень важной для нас. Дело в том, что, я не знаю, слышали ли вы или нет, но ГЦСАИ в Москве сейчас работает над большим проектом нового здания на Хадынском поле. И я как раз была ответственна за архитектурный конкурс на это здание. И сейчас ситуация такова, что, собственно, его строительство под вопросом в очередной раз, потому что в связи с кризисом принято решение не поддерживать вообще стройки в Российской Федерации. Я так, может быть, нескромно пользуюсь моментом, но тем не менее, я очень болею за эту историю. И сейчас есть петиция на Change.org. И если вы как-то за нас, то подпишите ее, пожалуйста, потому что, мне кажется, что это важно вообще для сегодняшней ситуации. А Национальный музей современного искусства, Государственный центр современного искусства претендует быть и музеем, и центром сразу же, выполняя две эти функции. Это такая очень серьезная задача. Продолжение следует...